МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удобство, комфорт и безопасность пассажиров. С 1 декабря в Чебоксарах стартовала транспортная реформа. Здравствуйте! В эфире программа «Комфортный город». И сегодня мы поговорим о новой схеме движения общественного транспорта. О том, почему была необходима транспортная реформа и к чему она привела, мы бы хотели поговорить с начальником отдела транспорта администрации города Чебоксара Андреем Васильевым. Но он, к сожалению, не смог прийти к нам на интервью, сославшись на занятость. Но от следующего материала мы с вами все-таки узнаем, как в итоге изменилась схема движения общественного транспорта. 16 маршрутов сократили, 14 изменили. Вместо маршруток на улицах Чебоксар вместительные автобусы. Схему движения троллейбусов оставили прежней и добавили еще один новый маршрут – десятый. Он соединит микрорайон Садовый и железнодорожный вокзал. Как не запутаться в нововведениях и понять, что куда едет? На помощь пришли волонтеры. На остановках общественного транспорта раздавали новые схемы движения. Остановка – институт образования. В 8 утра – час пик. Здесь останавливаются 35-я, 52-я и 42-я маршрутки, 1-й и 3-й троллейбусы. Коснулись ли их изменения, можно увидеть в листовке. У меня ничего не меняется здесь, поэтому мне нормально. Но если новом маршруте будет, наверное, больше плюсов. У нас больше здесь будет. У меня время по дороге увеличивается, потому что 35-я маршрутка, она будет ходить теперь по новому маршруту. Не знаю, к маршруткам, конечно, мы привыкли. Очень удобно и быстро ездить. Надеемся, что автобусы тоже не подведут. Еще не успела изучить. Надеюсь, что удобно. Сейчас буду изучать, пока поеду. Целую неделю волонтеры раздавали листовки с новой схемой. Утром с 7 до 8.30 и вечером с 16.30 до 18.30. Нужно понимать, как часто действительно будет есть автобус. Все-таки, если он будет ездить раз в 10, 15, 20 минут, то он будет забит, как не знаю что. И все равно будет плохо. Нужно карту изучать. И постепенно это все делать как-то, не резко. Но всем же вы карту эту не дадите. Она же не у всех есть. Так ведь? Если повесить где-то, чтобы на каждой остановке, чтобы народ смотрел, как в Москве, в метро же есть, так же и здесь повесить. Тогда, наверное, это будет удобно пассажирам. Схемы движения в большом формате разместили на всех остановках. В электронном виде ее можно посмотреть на сайте столичной администрации. В Щебоксарах открыта горячая линия по вопросам транспортной реформы. Узнать все необходимое можно по телефону 23-51-99. Здравствуйте, оператор. Я прослушаю вас. До какого улица вы доезжаете у нее на остановку? Да, да, да. На 52-м. Будет автобус. Завтрашнего дня. Следом другой звонок. В день на горячую линию поступает до 500 обращений. Вопросы разные. Зачем изменили схему маршрутов? Как добраться до работы? Сколько будет стоить проезд? В нашем колл-центре 8 рабочих мест установлено. Все максимально они заполнены. В среднем поступает пик вызовов приходится где-то с 10 до 12 часов. Наши операторы обеспечены поисковыми информационными системами. Воспользоваться поисковой системой можно самостоятельно. На портале baschep.ru появилась специальная вкладка «Как проехать с 1 декабря». В сервис показывают все варианты поездок – прямые и с пересадками, а также движение транспорта в режиме онлайн. На другом сайте baschep.ru есть интерактивные схемы движения каждого маршрута с остановками. Для удобства горожан работает мобильное приложение «Умный транспорт». На андроиде его уже обновили. На iOS разработчик обещает в ближайшее время. Как готовились водители автобуса к выходу в первый рейс? Узнаем далее. Обычно эти люди ездят за рулем и отвечают за безопасность пассажиров. Но сегодня водители заняли места в салоне автобуса. Ощущения здесь все прекрасны. Вам автобусом нравится? Автобус, да. Вместимости. Не на пазике, а в пазике. Вот на маршрутке ездишь. Набиваешь, а здесь все равно. Приятно, удобно. Понятная панель управления, автоматическая коробка передач, большие зеркала. Удобная не только пассажирам, но и водителям. ЛиАЗ вообще выпускает маневрованные, хорошо управляемые автобусы. Последние, которые они выпускают, они один к одному. У них легкое управление. Один такой ЛиАЗ может перевезти 108 пассажиров одновременно. Внутри удобные поручни, мягкие кресла, свободный проход. Салон отапливаемый. Это большой плюс холодной зимой. Для инвалидов установлен специальный пандус. Новый автобус, новые способы оплаты за проезд. Кондукторов здесь не будет. Оплатить за проезд можно водителю наличными средствами или с помощью карты ЕТК. Прикладываем карту и получаем билет за поездку. Также оплатить проезд можно одним касанием с помощью мобильного телефона. Еще одно новшество. Садиться в автобус можно только через переднюю дверь, а выходить через среднюю и заднюю. Мы, во-первых, будем учить людей, как этим пользоваться. А во-вторых, да, мы рассматриваем возможность таких групп, скажем так, которые бы контролировали непосредственно пассажиров. Я уверен, когда пассажиры научатся этому методу, то все будет происходить довольно-таки оперативно и слаженно. В Чебоксары приехали и новенькие МАЗы. Их вместимость 70 человек. Автобусы оборудованы специальными пандусами. Мы создаем, с одной стороны, благоприятную среду в городском округе города Чебоксары, в других городах. Пассажиры будут ездить в комфортабельных, хороших автобусах. И те микроавтобусы, которые возили, не будут создавать определенные пробки и дискомфорт для пассажиров на остановках. 1 декабря на улице Чебоксары вышли 122 новеньких ПАЗа, Лиаза и МАЗа. Они работают на 9 маршрутах. Автопарк увеличится. В ближайшие 2 месяца поступит еще 51 новый автобус. Что происходило на улицах Чебоксар в первый день реформы и как горожане добирались до работы в понедельник, проверяла наша съемочная группа. В выходные судить об эффективности появления на дорогах больших автобусов было еще рано. Транспорт был полупустой и люди еще до конца не разобрались в новых схемах движения. Да, села и не знаю куда. Надеюсь, доеду. Никто не знает, куда что едет. Ну, посмотрите, я знаю, где у меня даже карта здесь есть. Толк-то ее же надо изучать не один день, прежде чем ты поймешь, на котором можно ехать и на котором нельзя. А то, на чем можно было уехать, сейчас в нашу сторону не ездят. Жители новых микрорайонов Чебоксара появлению на дорогах автобусов большей вместимости рады и надеются, что теперь быстрее будут добираться до центра. Именно им в администрации столицы обещали полную транспортную доступность. Мы живем в Соляном. У нас там 24 маршрутка ездила. Сейчас автобусы говорят. Сейчас первый раз сегодня приехали, пока удобно было. С понедельника посмотрим, как будет ездить. А пока так вы ехали хорошо на автобусе? Да, удобно, тепло, хорошо. А это утро понедельника. Остановка улицы Афанасьева. Здесь не очень много народа, и транспорт подъезжает с небольшим интервалом. Давно стоите? Ну нет, недавно. Сколько примерно минут? Наверное, три минуты. Нормально. Доедем. Автобусы, они большие. Давно я ждала автобусов этих, чем эти маршрутки. Да, спасибо большое, что автобусы сделали. Но так повезло не всем. Доехала вот на 333-м, и то еле-еле села. А народу стоит на остановке полно. Как хочешь, выезжай. Никаких маршруток вообще. 41-й проехал битком, все битком едут. Сегодня добираться до работы очень тяжело. Вот я работаю в диагностическом центре. Я приехала вот сейчас в 9 часов уже. У меня больные на приеме. Все пациенты ждут. Не могли добраться. Один автобус был, только 22-й. 44-й маршруток, 6 прошло. На мотозалке ни одна не остановилась. Транспортная реформа стала основной темой встречи проекта «Открытый город». Глава администрации Чебоксара Алексей Ладоков в 4 часа отвечал на вопросы жителей юго-западного района. Свободных мест нет ни в рядах, ни в проходах. В ДК «Салют Аншуак». Задать вопрос о транспортной доступности хотел каждый. Одна из основных проблем – отмена 49-го маршрута. Он соединял северо-западный и юго-западный районы. Вместо него два троллейбуса – 17-й и 22-й. Интервал движения в час пик – 10 минут. В остальное время – 20-25 минут. Людей это не устраивает, не получается. Вот кто-то выходит, например, на маршрут, и 49-й был спасительным. Тогда надо или автобус какой-то дополнительно пускать с Чапаевского. Что-то нужно делать. Один троллейбус – это 4 автобуса малой вместимости. Если вы ждали микроавтобус 3-5 минут, то здесь мы предлагаем подождать 10-15 минут. Если нужно сокращение интервала по троллейбусам, то в какое время удобное для вас? Для того, чтобы мы в это время выставили большее количество троллейбусов, если есть необходимость. Много вопросов и по другим маршрутам. Я прошу поднять руки тех, кому с юго-западного надо добираться в центр. Весь зал. Всему залу надо добираться в центр. Каждый день. Я езжу до колхозного рынка. Затем мне приходится выйти и дойти до остановки Мирилуксор. А там я сажусь опять на общественный транспорт и еду на работу. Да, действительно, в день я теперь трачу по 80 рублей на проезд. Почему нельзя вместо этих маршруток просить такой же большой автобус, который будет возить с моей конечной остановки до конечного пункта моей работы? Алексей Ладыков ответил. Пускать большие автобусы по старым маршрутам экономически невыгодно. Замеры пассажиропотока показали, что большую часть времени они будут ездить полупустыми. Однако с отменой маршруток здесь, похоже, поспешили. Вопросы, в которых мы ошиблись, мы готовы обсуждать, готовы корректировать, готовы принимать другие решения. Проблема в Садовом. С утра весь транспорт перегружен, дети не могут доехать до школ. В микрорайоне должен был работать второй автобус, но перевозчик отказался от контракта. Пока на этом маршруте мы поставили автобусы малого класса. Но по частоте посмотрим сейчас. Мы буквально позавчера приняли решение, поставили вот эти автобусы. Если по количеству проблем действительно существует, увеличим пока. Увеличим до того момента, пока на этом маршруте не появятся автобусы большого класса. Мы сейчас разыграем новый конкурс, определим перевозчика. И летом, наверное, там будут автобусы большого класса, типа Лиазов. В микрорайоне запустят новый троллейбус. Десятый соединит Садовый и Железнодорожный вокзал. Оплатили за пять троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Завод-поставщик немного сорвал нам график поставки, поэтому на сегодняшний день ожидаем запуск маршрута в январе. Другая тема. Многие водители из-за сокращения маршрутов остались без работы. При этом на новых не хватает 150 человек. Почему тогда наши водители, у которых такие серьезные проблемы не идут к ним, с такими маленькими зарплатами работали 6-8 тысяч, а теперь они не идут на 25? Так в чем проблема? Так эта проблема искусственно создана. Нет этой проблемы. Сегодня питерская компания готова принять. Идите, устраивайтесь. На встречи жители вносили свои предложения. Первый объединить с 7-й и 22-й автобусные маршруты. Без пересадки можно будет добраться на Максима Горького. Второе. Пустить по маршруту 60-катроллейбусы. Каждые обещали рассмотреть и сделать выводы. Этим займется инициативная группа горожан и представителей столичной администрации. Это была передача «Комфортный город». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин